Оператор системы 112 слушал вас. На другом конце провода диспетчера Ирину Шальнову просят о помощи. На автобусной остановке по улице Черкасской 80-летнему мужчине стало плохо. Оператор единой службы 112 реагирует моментально. Самое главное, спрашиваем адрес. Потому что бывают ситуации разные, что человек может потерять сознание, и его время не скажет нам адрес. Поэтому очень тяжело будет найти. Выяснив местоположение человеку, которому нужна помощь, специалист определяет экстренный ли случай, заносит все данные в специальную карточку и направляет информацию в полицию, скорую, газовую, пожарную или антитеррористическую службы. А в случае ЧС вызывает сразу несколько бригад одновременно. Передадим скорую помощь, ожидайте. Обычно беседа длится не дольше минуты. Этого времени специалисту хватает, чтобы выяснить всю необходимую информацию. Правда, бывают и ложные звонки, когда абонент сбрасывает вызов. Его номер программа все равно фиксирует и делает автоматический дозвон. И будет делать это, пока на другом конце провода диспетчеру не ответят. Поэтому шутки со службой 112 неуместны. Балуются дети. То есть мы перезваниваем, уже берут взрослые, объясняем, что это телефон, все равно действующий телефон. Они звонят, занимают линию, звонят на экстренную службу. Поэтому объясняем и говорим, чтобы они смотрели за детьми. Каждый оператор принимает звонки 24 часа с 9 до 9 утра. Ровно сутки длится рабочий день каждого диспетчера. В смене параллельно работают 4 специалиста. То есть 4 человека принимают звонки о помощи со всего миллионного Челябинска. Нагрузка больше. Вообще сейчас принимают они где-то в среднем по 650. Вообще по нормативу положено 300. Поэтому нагрузка почти в два раза даже больше. Порядка 100 звонков в день из всех входящих переводят на оперативный штаб скорой помощи. Карточки здесь принимают врачи и при необходимости дополняют. При необходимости она может созвониться с абонентом, уточнить какую-то дополнительную информацию. То есть потому что у нас диспетчеры все-таки это люди с медицинским образованием, это фельдшера, а там сидят просто операторы. И не всегда происходит, скажем так, ну понятно, что они не могут знать всех нюансов, которые знаем мы. После того, как повод для вызова специалист уточнил, сигнал попадает в систему. Карточки распечатывают и направляют бригадам скорой помощи, которые и выезжают на адрес. Бригада 821 на вызов. Если бригада скорой помощи свободна, она тут же выезжает на адрес к человеку, нуждающемуся в помощи. То есть с момента звонка до выезда бригады проходят около 2-3 минут. Кстати, номер 112 в качестве экстренного используют во всех странах Евросоюза. Дозвониться до оператора службы можно как со стационарного, так и с мобильного телефона. Система примет звонок, даже если у абонента не будет сети. Алена Павлова, Дмитрий Абряхин, ОТВ.